Доброго времени суток, с вами Екатерина Александрова. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о совершенно замечательной вещи, называемой Граватар. Граватар – это глобально узнаваемый аватар или глобально узнаваемое фото. На мой взгляд, эта вещь совершенно необходима всем людям, общающимся достаточно активно в интернете и оставляющим комментарии к каким-либо статьям. Наверняка вы встречались с вариантами Граватара, и я вам покажу сейчас один из примеров. Вот, например, статья. К этой статье оставлено несколько комментариев, в том числе и мой комментарий. Вы видите, рядом со статьей есть моя фотография и имя-фамилия. Притом, нажав на имя-фамилию, вы будете перенаправлены на мой блог. Такие же самые комментарии я могла бы оставлять на любых ресурсах. Но дело в том, что если ресурс создан на основе другой программы, чем мой блог, то есть мой блог создан на базе блогера, то есть на базе сайта blogger.com. Если же сайт создан или блог создан на другой базе, то, к сожалению, вот такого замечательного комментария я не могла оставить. Я могла оставить комментарий, подписавшись только своим именем и фамилией. Фотографии у меня бы не находилось рядышком. И вот проблему такую глобальную решает система граватаров. Граватар позволяет на любом блоге, на любом сайте, оставляя комментарий, оставить его таким образом, что будет видна ваша фотография, будет оставлено ваше имя-фамилия и при этом будет ссылка на ваш ресурс. Итак, что же нужно, чтобы стать обладателем такой замечательной системы? Все достаточно просто. Первое, что вы должны сделать, должны зайти на сайт производителя ru-gravatar.com. Если у вас сайт не отображается на русском языке, вы можете снизу выбрать language, языки и, соответственно, выбрать нужный вам язык. Затем нажимаем на кнопочку «Создать свой граватар». Для этого вводим свой электронный адрес, например, мой электронный адрес и нажимаем «Регистрация». Затем нам предоставлено сообщение о том, что отправлено письмо для подтверждения на тот имейл, который я ввела. Соответственно, я захожу в свою почту и вижу, что мне пришло сообщение от системы «Граватар», в котором просят подтвердить то, что я действительно хочу создать аккаунт в этой системе. И нажимаем первую ссылочку. Нас перенаправляют обратно на сайт «Граватар». И здесь я уже ввожу имя, которое я хочу, чтобы отображалось на моем «Граватаре». Обратите внимание, я написала имя и фамилию слитно, написав только фамилию с большой буквы. Вы видите здесь выделенный текст. Используйте только строчные латинские буквы и цифры без пробелов и знаков припинаний. То есть я хочу, чтобы мой «Граватар» имел подпись Екатерина Александрова. Соответственно, я ввожу таким образом, чтобы это было читаемо и устраивало условия данного сайта. Ввожу свой пароль секретный, два раза одинаковый. Необходимо его запомнить, чтобы не забыть. И нажимаем «Регистрация». У меня выдалось сообщение о том, что не может быть такой юзернейм, что он уже существует. Я могла это предугадать, нажав кнопочку «Чек». То есть проверить. Так нельзя назвать или выбрать себе такой «Граватар». Значит, я могу каким-то образом изменить его. Например, я напишу «Катерина Александрова». И чтобы второй раз не ошибиться, я проверю. Вот зелененьким загорелось. Я могу взять такое себе название «Граватара». Еще раз ввожу пароль. Значит, пароль я просто придумала одинаковые два раза и запомнила его. Ну, собственно, «Граватар» уже создан. На данный момент он имеет вот такую вот аватару или фотографию. Но мне-то нужна другая, мне нужна моя фотография. Поэтому нажимаем здесь, чтобы добавить еще, то есть добавить фотографию. Нам предлагают загрузить. Можно загрузить из интернета, можно себя сфотографировать с веб-камеры, ранее загруженное фото. То есть в этом сервисе может уже существовать ваше фото, если вы им пользовались ранее. Или можно загрузить с жесткого диска компьютера, что я и выберу. Нажимаем «Обзор». Находим необходимую нам папочку, где лежат ваши фотографии. И открываем ее. Сейчас дождемся, пока загрузится фотография. И нажимаем «Дальше». Итак, вот она моя фотография. И здесь мне предлагают варианты, как она будет отображаться. То есть я могу передвинуть ниже, выше. Соответственно, с правой стороны я вижу маленькую иконку и большую иконку, как она будет выглядеть. Но на данный момент меня устраивает вот такое изображение. Нажимаем «Завершить». Итак, вот моя граватара уже готова. Нам осталось выбрать одну из иконок. Мы выбираем первую «Г». То есть граватары с рейтингом «Г» пригодны для показа на сайтах с любой аудиторией. То есть они не содержат никакой оскорбляющей кого-либо информации. Ну и, в общем-то, все мои сообщения на данный момент, которые подписаны с электронным адресом моим, которые я ввела при регистрации, будут уже иметь рядышком мою фотографию. Но мой вам совет – потратить еще несколько минут, зайти в «My Account» и раздел «Редактировать профиль» и заполнить здесь несколько полей. Соответственно, ввести свое имя и фамилию. Здесь можно ввести на кириллице, если вы общаетесь в большинстве случаев на русском языке. Например, «Екатерина Александрова». Ввести ваше полное имя. Но, опять же, я ввожу то же самое, потому что мне интересно, чтобы люди узнавали меня. Отображаемое имя я, опять же, введу «Екатерина Александрова». Укажу место, где я располагаюсь. Например, город Рига. Немножечко обо мне. Здесь вы можете оставить какую-то информацию о себе. Например, «Занимаюсь построением сетевого бизнеса через интернет». Далее нажимаем «Сохранить профиль». В разделе «Мои имиджи» вы можете добавить еще одну фотографию. Контактная информация. Вы можете добавить email. Вы можете добавить Skype или какой-либо другой свой контакт. Например, я выберу «Емейл» и нажимаю «Добавить». Видите, email появился добавленным. Далее проверенные сервисы. Что это значит? Если вы зарегистрировали также свой аккаунт на каких-то из серверов, из сервисов, например, на блогере, на фейсбуке, на твиттере, на ютубе, обязательно добавьте сюда свой ресурс. Вас после выбора ресурса и нажатия кнопочки «Добавить» перенаправят на соответствующий ресурс, где вам нужно ввести будет имя своего пользователя, ввести пароль и авторизироваться. Мы вернемся обратно к «Граватару» и посмотрим еще несколько закладок. «Майлинкс» здесь необходимо, вернее, целесообразно оставить ссылку на свой блог, на свой сайт, на свой какой-то ресурс, опять же, введя их. Например, я оставлю ссылку на свой блог. И нажимаю кнопочку «Добавить». Соответственно, мой блог появился здесь. Можно еще изменить фон, например, сделать более приглядный, какой вы хотите себе. Вот, допустим, вот такой. И сохранить информацию. Ну вот, если я теперь буду оставлять сообщение не на сайте, сделанном на основе блогера, на любом другом сайте, то, соответственно, моя фотография будет появляться в том числе и на этих сайтах. Надеюсь, у вас тоже получится достаточно быстро и успешно сделать себе «Граватар». Еще раз напоминаю, с вами была Екатерина Александрова. Всем успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok